Более 400 магнитогорцев и гостей города получили за время новогодних каникул травмы. 12 из них потребовалось оперативное вмешательство. Невеселые итоги новогодних праздников нашей съемочной группе озвучили в травмпункте города. Немало работы было в первые 10 дней января. И у магнитогорских огнеборцев новогоднюю ночь им пришлось тушить пожар уровня 1 бис. Более подробно обо всем расскажем далее. В самые длинные и всеми любимые праздники уровень травматизма, как правило, вырастает в среднем на 50%. Такова статистика. За этими цифрами реальные несчастные случаи. В магнитогорске за первые 10 дней января без травм также не обошлось. По количеству человек, чуть больше 400 человек за 10 дней, это, конечно, много. У нас 2 числа только под 80 человек было за день. Остальные дни, как бы, так немножко количество народа уменьшилось. В принципе, народ идет, идет, празднует, травмируется, отдыхает с душой. Если говорить о характере повреждений, то они были самыми различными. В том числе, немало несчастных случаев происходило с людьми дома. Горожане травмировались, даже нарезая салаты к праздничному столу. Роман Озеров рассказывает, для него канун Нового года ознаменовался настоящим ударом. Палец ушиб. Дома в дверь ударился. Косяк точнее. Ну, не сразу. Синеть начал. Боль. Вроде ходил-ходил, обувь надеваешь, больно. Судя по всему, Роман получил перелом мизинца. Он продолжит лечение амбулаторно. Немало было зафиксировано в новогодние праздники пациентов с переломами конечностей 112 человек. Для сравнения, в прошлом году их было 95. К счастью, с увеличением количества травм снизилась их тяжесть. Очень много на горках, но я бы не заострил на этом внимание. Как бывало, так скажем, года 3-4 назад, все падения практически были на горках. И бабушки, и дедушки с внуками ходили на горки. То в этом году все-таки травматизм, особенно переломы, ушибы, это вот уличные. Но вот если говорить о переломах, падениях, то это в основном, конечно, возрастные граждане. Это уже, так скажем, от 50 до 80 лет. Шли, поскользнулись. В итоге гипсы невозможность полноценно наслаждаться праздничными днями. Оперативное лечение в январе потребовалось 12 травмированным. С обморожением конечностей за помощью обратился один мужчина. Травмы на дорогах получили 6 человек. Если мы говорим именно о праздничных каких-то повреждениях, это ожоги, петардами, салютами, то в этом году так же, как в прошлом году не было. Я так думаю, наверное, все-таки люди или научились пользоваться этими, так скажем, приспособлениями, или же они стали более качественными. Если говорить о пожарных итогах новогодних каникул, и здесь не все гладко. В новогоднюю ночь произошел самый крупный за все последующие 10 дней пожар. Он начался примерно в 2 часа ночи. 1 января горело здание складского помещения по адресу Челябинский тракт, строение 6. Данное пожар тушили по рангу номер 3. От МЧС привлекалось 83 человека, 22 единицы техники. Здание ориентировочное площадью составляло 5000 квадратных метров. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что объект находился на безводном участке. Ближайший водоисточник располагался в 700 метрах. Также отрицательная температура и сложная планировка. Для защиты кровли, смежных помещений и тушения внутри здания было создано 4 боевых участка. Сформировано 10 звеньев газа дымозащитной службы. Автоцистерны огнеборцы установили на пожарные гидранты, организовали подвоз воды. Благодаря такой слаженной работе удалось не допустить распространение огня на всю площадь складского строения. А также на соседние здания локализован пожар был в 7 часов 49 минут. Погибших и травмированных нет. Всего с 1 по 11 января на территории города произошло 15 пожаров. Пострадал один человек. Мужчина получил ожоги кистей рук, пытаясь до приезда пожарных затушить горящий автомобиль. В 2020 году за тот же период времени было зафиксировано 10 пожаров. Еще раз напоминаю, что пожар – это большая беда. И только соблюдение требований пожарной безопасности может снизить риск возникновения. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.